Дорогие приморцы, считанные минуты остались до Нового года. И по традиции мы подводим итоги уходящего. 2022-й поставил перед нами новые вызовы, которые потребовали концентрации всех наших сил. Он испытывал каждого из нас на прочность, ставил перед нами новые сложные задачи. Но все вместе мы научились преодолевать трудности, адаптировались к новым реалиям. И в первую очередь я хочу поблагодарить всех приморцев, кто встал на защиту Родины. С оружием в руках тысячи наших земляков с достоинством борются с нацизмом, отстаивают суверенитет России. Давайте все вместе пожелаем им воинской удачи и скорейшего возвращения домой с победой. Мы преклоняем головы перед нашими погибшими ребятами. И память об их подвигах навсегда останется в наших сердцах. И, конечно, я хочу поблагодарить всех приморцев, кто поддерживает наших защитников. Гуманитарные грузы, экипировка, спецсредства или короткое письмо солдату с добрыми словами – все это весомый вклад в общее дело, в нашу победу. И мы обязательно продолжим поддерживать наших воинов. Приморья своих не бросает. Этот год научил нас быть сплоченными, острее чувствовать, как нам дороги родные и близкие. И даже в такое непростое время нам с вами удалось продолжить движение вперед в развитии Приморского края. Уходящий год ознаменован серьезными достижениями в сельском хозяйстве, промышленной сфере, где выполнил ряд важных инфраструктурных инвестиционных проектов. Мы активно ведем дорожное, жилищное строительство. С опережением реализуем программу расселения граждан из ветхоаварийного жилья. Предоставляем арендное жилье работникам в бюджетной сфере. Решаем проблемы обманутых дольщиков. Совместными усилиями с жителями городов и сел края благоустраиваем дворовые территории, общественные пространства. В этом году произошли позитивные изменения и в социальной сфере. В крае открываются новые поликлиники и детские сады, школы и дома культуры. Обновляется оборудование, внедряются новые цифровые технологии. Наш регион неоднократно становился центром крупных федеральных мероприятий. В этом году Владивосток в очередной раз принял участников Восточного экономического форума. А летние спортивные игры «Дети Азии» и другие международные соревнования подтвердили, как огромные возможности нашего края в спорте. Хочу подчеркнуть, что все успехи этого года – это наши общие достижения, результат повседневного труда всех жителей края. Уважаемые приморцы, благодарю вас за доверие и поддержку, за ваш добросовестный и честный труд, за ваше умение созидать, за любовь к родному краю и активную жизненную позицию. Еще больше нам предстоит сделать в 2023 году. И я убежден, что сообща мы сумеем добиться процветания нашего края. Дорогие земляки, от души желаю, чтобы в новом году оправдались самые смелые надежды. Пусть он принесет только добрые вести и события. Пусть будут здоровы дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание. Счастья вам, здоровья, благополучия и успехов в работе на благо родного Приморья. Продолжение следует...